Друзья мои, всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о том, как я съездил к дилеру с гарантийным ремонтом. То есть, как мне по гарантии меняли тормозной шланг. В одном из прошлых видео я вам рассказывал, что в автомобилях Kia Rio 4-го поколения и Hyundai Solaris 2 периодически появляются грыжи на тормозных шлангах, что проблема у многих такая есть. В общем, съездил я к дилеру, заменили мне тормозной шланг, все сделали по гарантии. И сейчас я вам подробно расскажу, сколько это времени заняло, почему не делают отзывную кампанию, будут ли вам менять тормозной шланг, если вы не ездили на ТО. В общем, много-много полезной и интересной информации будет. Также расскажу вам, что мне еще приговорили к замене. Забегая вперед, скажу, что мне необходимо теперь менять еще рулевую колонку, подогрев сидения водительского и, возможно, еще руль мне перешивать будут. В общем, много информации будет. Присаживайтесь по этому поудобнее. Я думаю, даже если у вас автомобиль другой марки, не обязательно Kia или Hyundai, то вам это видео будет полезно и интересно. Ну что ж, погнали. Сразу хотелось бы отметить то, что ролик не является рекламным. Я ни в коем случае не рекламирую дилера своего. Это серебряный саквояж, город Магнитогорск, который я уверен, многие хейтеры напишут, что мне дилер там заплатил или еще что-то. В общем, я сам в этот раз очень сильно был удивлен, как меня обслужили, как все сделали, что документы там все выдали и так далее. Ну, сейчас подробно расскажу. В общем, я немного был прям в шоке. И скажу так, я никому не говорил, что я блогер, что у меня свой YouTube-канал, я не доставал камеру. Единственное, я смартфон в ремзоне пару раз доставал, там снимал коротенькие ролики, выкладывал их в Instagram, в сторисах. Так что, кто на меня в Instagram подписан, уже видел, как я был у дилера. Уже о некоторых вещах, так скажем, в курсе. Поэтому и вы, друзья, если не подписаны на мой Instagram, обязательно подписывайтесь. Там у меня периодически бывают интересные сторисы. В общем, никому я не говорил, что я блогер, никто мне не платил. Ну, все сделали мне как положено, ну, скажем так, просто так, в рамках гарантийного ремонта. Для начала давайте расскажу вам именно только про тормозной шланг, а об остальном потом отдельно расскажу. По времени заняло все это где-то полтора часа. То есть, загнал машину, мыть ее не стали, потому что она была чистая. Пока там инженеры по гарантии дождались, пока шланги принесли и так далее. В общем, полтора часа, а по факту шланг меняли, ну, минут 20, наверное. Пришел, в общем, инженер по гарантии. Ну, да, меня пригласили в ремзону. Обычно всегда у моего дилера там спрашивает мастер-приемщик, нежелательно ли вы присутствовать. Я, конечно, сказал, да, я буду присутствовать. В общем, машину загнали на подъемник. Подошел инженер по гарантии, посмотрел, сказал, да, шланг по гарантии под замену идет. Шланги есть в наличии. То есть, мне повезло, у моего дилера шланги были в наличии. Например, многие мне писали в комментариях под прошлым видео о шлангах, которые я записывал. Многие писали, что у своего дилера кто-то месяц ждал, кто-то там две недели, кто-то три, когда шланги приедут. В общем, у моего дилера было все в наличии. Напоминаю, гарантия на шланги 36 месяцев, либо 100 тысяч километров пробега, что наступит ранее. У меня пробег сейчас где-то 33 тысячи километров. Машине в конце мая будет три года. Кстати, 23 мая я поеду на третье ТО к дилеру. Поэтому я не стал дожидаться ТО, решил пораньше поехать, пока машине три года не исполнилось. И заодно все косяки показать. В общем, заменили, откачали воздух из системы. Притом не прокачивали, как это обычно делается, а специальный там, я не знаю, как он называется. В общем, что-то типа насоса там поцепили. И выкачали, в общем, воздух из системы. Все, шланг заменили, колесо обратно накинули. Потом пришлось подождать маленько, когда он узнал там вот про рулевую колонку. Вот это все, но это отдельно расскажу. В общем, давайте, вот я себе накидал самые ваши популярные вопросы. А, да, смотрите, вот по документам самое интересное. Когда вы ездите по гарантии, вообще по идее, по закону о защите прав потребителей, вам должны в конце гарантийного ремонта выдать документ. Это будет либо акт, либо наряд-заказ. В общем, в законе не написано, какой именно должен быть документ, но просто документ с основной информацией. То есть информацией, в какой день вы обратились, когда вам автомобиль выдали, что заменили. Там, ну, вся основная вот эта информация. Если интересно, почитайте, по-моему, статья 20 закона о защите прав потребителей. Для чего этот документ нужен? Обязательно должно быть написано, что ремонт гарантийный. Потому что по закону, если, например, ваш автомобиль простоял более 45 дней в ремонте, то вы имеете право автомобиль вообще вернуть дилеру, и он вам должен вернуть стоимость автомобиля на данный момент, сколько такой автомобиль новый стоит. Ну, там много нюансов. Это я не юрист, к сожалению, но много таких интересных моментов, что закон на вашей стороне. А, как правило, у нас многие приезжают, и дилеры, как правило, никогда не дают никаких документов. Говорят, все, мы вам сделали, это наши внутренние там распорядки, мы никаких документов не даем, а по закону они обязаны. И вот если в прошлый раз меня дилер обманул, когда я передний тормозной шланг менял в том году, когда у меня на переднем грыжа вылезла, меня тогда дилер мой обманул с документами. Я не буду сейчас вникаться. В общем, вот по этой подсказочке можете перейти, посмотреть видео, там я рассказывал, какие мне документы выдали. Вкратце скажу так, они написали мне, что это был подарок, а не гарантийный ремонт. Так в этот раз, когда мне выдавали ключи, уже все, на стойке я сидел, да, перед человеком, который у меня машину принимал, вот он мне выдает ключи, все, рассказывает там, я ему говорю, давайте мне документы о гарантийном ремонте. Во-первых, это тормозной шланг, это вещь опасная, не дай бог я сейчас поеду, у меня где-то там что-то с тормозами случится, я там в аварию попаду, собью, не дай бог, кого-то, или еще что-то. Мне нужен документ, что это вы делали, что это гарантийный ремонт. Так он без слов, представляете? И раз, раз, да, все, все, понял, раз мне распечатал, все дает, я проверяю, все, все расписано. Написано, что ремонт гарантийный. В общем, вот это меня очень удивило. В прошлый раз такого не было. В этот раз все нормально, сразу выдали документ, поэтому если по гарантии ездите, просите, чтобы вам выдавали документ о гарантийном ремонте. Скорее всего, вам придется писать либо претензию, либо еще что-то. В общем, если, конечно, какой-то ремонт там мелкий, что-то такое, не надо трепать ни себе, нервы, ни дилеру. Я бы, например, если бы мне там руль перешивали или еще что-то, я бы, может, даже и не просил документы о гарантийном ремонте. А здесь все-таки тормозной шланг, вещь серьезная, поэтому я попросил документы. В общем, вы смотрите сами. Нужны вам эти документы или нет? Я считаю, что мне были нужны. В общем, это что касается документов. Также, смотрите, напоминаю, проблема с тормозными шлангами возникает только у машин 17-го, 18-го, 19-го производственного года. Где-то с конца 19-го года проблем уже ни у кого нет, потому что, как я понял, раз было много обращений, дилер или посовщика заменил, или еще что-то. В общем, артикул тормозных шлангов остался тот же, но качество тормозных шлангов изменилось. И с конца 19-го года ни у кого грыж не вылазил на тормозных шлангах. Повторно, кому шланги заменили на новые, тоже ни у кого, по крайней мере, мне никто не писал, ни у кого грыж не было. Далее. Просто так шланги не поменяют. Я спросил, а давайте не будем ждать, когда у меня на остальных тормозных шлангах грыжи вылезут, давайте поменяем. Мне сказали, нет, нужен факт. Мы должны там запечатлеть, показать, что вот она грыжа, поэтому мы меняем. То есть, тормозной шланг, они вообще изымают. Старый тормозной шланг с грыжи, они себе забирают, вам его не отдают. В общем, просто так вам шланги не поменяют. И смотрите, многие меня спрашивают, если я не ездил ни на одно ТО, то поменяют ли мне шланги, если вылезла грыжа? Тут вопрос спорный. Смотрите, на втором ТО, на 30 тысяч километров пробега, либо два года, там, что наступит ранее, у нас идет замена тормозной жидкости полностью. И вот многие дилеры, когда люди приезжают к ним по гарантии, я всем рекомендую, даже если на ТО не ездили, ехать к дилеру, во-первых. Говорить, что проблема массовая, что она есть, давайте меняйте, это гарантия. И, в общем, некоторые дилеры отказывали людям, писали, вы не были на втором ТО, вы тормозную жидкость не меняли, это все взаимосвязано, у вас там вода накопилась в тормозной жидкости, в общем, мы вам менять не будем. Некоторые дилеры так отвечают, а некоторые все равно по гарантии тормозные шланги меняют. Поэтому я вам рекомендую в любом случае к дилеру менять, ну, просить менять. И, смотрите, я у своего дилера, у инженера по гарантии спросил, а если у меня вылезет грыжа уже, ну, через год, да, то есть, когда пробег будет уже за 36 тысяч километров и машине будет более трех лет, то есть, вроде как, по сервисной книжке гарантии уже нет, я говорю, а если у меня грыжа вылезет, ну, вот в конце этого года, когда гарантия кончится, поменяете вы мне по гарантии или нет? Он мне сказал, что, скорее всего, поменяют, потому что здесь KIA идет навстречу, что она знает, что проблема такая массовая, скорее всего, по гарантии поменяют. Так что, если даже у вас срок вышел, пробуйте ехать к дилеру, говорить, что проблема массовая, звоните обязательно на горячую линию KIA. Вот в прошлый раз, когда меня дилер обманул, мне пришлось на горячую линию звонить, оставлять претензию, тогда только, ну, в общем, посмотрите ролик, где я менял передний тормозной шланг. В общем, звоните обязательно на горячую линию KIA, спрашивайте, какой-то отказывает в гарантии, там еще что-то, всегда звоните на горячую линию KIA. Думаю, телефон найти для вас, проблемы нет, в гугле забить и найти, я даже оставлять его не буду. А, кстати, артикулы на шланге я оставлю на тормозные шланги, на передний, на задний, под этим видео, если что, сможете посмотреть. Опять же, многие спрашивают, какие аналоги. Друзья, ну, учитесь маленько пользоваться, есть сайт Autodoc, есть Exit, заходите на сайт Autodoc, предположим, вбиваете артикул тормозного шланга, предположим, правого переднего шланга, и вам сам Autodoc выдаст артикул с заменителей. Там на передней шланге, по-моему, две фирмы сейчас есть заменители, на задней, по-моему, одна фирма. То есть, если оригинальные шланги дорого стоят, многие сами их меняют, говорят, что это дорого, там, 3000-3500, то аналоги стоят полторы-две тысячи. В общем, забиваете артикул в Exit, либо в Autodoc и смотрите, какой есть заменитель. Так, я отвлекся, даже забыл, на чем остановился. А, ну да, смотрите, теперь самый главный вопрос, почему не делают отзывную компанию, почему не отзывают все автомобили и не меняют всем тормозные шланги. Я пообщался с одним из, как их называют, ну, не знаю, ремонтник, кто вот это вот все делает, ремонтирует, я не буду называть его имени. В общем, как он мне сказал, что он этот вопрос тоже изучал, что для России у Kia статистика такая, если больше 30% поломок из проданных автомобилей, 30% ломается какая-то деталь, то делают отзывную компанию, машины отзывают и меняют деталь. А у нас на данный момент по тормозным шлангам статистика показывает всего лишь 7%. То есть до 30% далеко, 7% это мало, значит, типа проблема не массовая, отзывную компанию не сделают. Но тут, конечно, хотелось бы отметить, что 7% это только кто официально же обращается. Плюс многие дилеры не выдают опять же документов, я не знаю, в статистику это вносится или нет. Хотя да, вносится, какие-то видят, что была замена по гарантии, она же оплачивает тормозной шланг, который дилеры вам ставят. В общем, многие люди сами не обращаются, сами меняют свои тормозные шланги и поэтому статистика занижена. Кто-то просто не видит, что у него грыжи и ездит до последнего. И, друзья, еще раз скажу вам, сходите проверьте тормозные шланги, если вы не проверяли после моего последнего видео. Потому что даже под прошлым видео можете прочитать закрепленный комментарий, один из зрителей написал, что он попал в аварию серьезную. В общем, он ехал, у него лопнул на ходу тормозной шланг на Kia Rio X-Line, если не ошибаюсь. Он догнал впереди идущую машину, потом улетел в кювет. В общем, ну, попал он прилично. Ладно, там все живы остались. Он не стал даже с Kia судиться или еще что-то, потому что это только нервы и время и деньги. В общем, проверьте обязательно тормозные шланги. Так, вроде бы на все вопросы я здесь ответил. Если какой-то у вас вопрос еще по тормозным шлангам остался, обязательно в комментариях напишите. Ну и вообще напишите, если вы еще до этого не писали, есть у вас грыжа или нет. Теперь смотрите по тому, что мне еще приговорили и как это получилось. В общем, я ехал к дилеру и сразу думаю, надо предъявить сразу все косяки, которые у меня есть, потому что, во-первых, гарантия же там ограничена. В сервисной книжке, если посмотреть, на что-то там 70 тысяч пробега, на что-то 36 тысяч пробега. И по пробегу, и по времени ограничена гарантия. Я решил сразу все косяки собрать и дилеру предъявить, пока у меня три года машине не настало. Ну, кто на мой инстаграм подписан, тот знает, что еще где-то в феврале у меня перестал работать подогрев сиденья водительского. Я его включаю, он только начинает греть и выключается. У меня на Киа Пиканте, вот у мамы у меня Киа Пиканта, кто не в курсе, такая же история была где-то в декабре месяце. У нее подогрев включался и выключался. Я поехал к своему же дилеру с вращением по гарантии, и там так смешно получилось, мне машину загнали. Электрик под сиденье залез, штекер вытащил, вставил, все, подогрев заработал. Оказалось, что кто-то ногой задел штекер и он отошел и просто поэтому вот каротило и подогрев не работал. Хотя я штекера вроде все проверял, все нормально было. В общем, здесь я проверил на своем Киа Риу Икслайн, я все штекера передернул, все проверил, подогрев все равно у меня врубается. Когда инженер по гарантии пришел, я ему в общем про тормозной шланг сказал, сразу же сказал. Ну, я это все озвучил еще когда записывался, когда дилеру звонил, сразу заранее все косяки озвучил, с чем я приеду к ним. В общем, также я сказал про, ух, как у меня стекла запотели, также я сказал про подогрев сидения, что не работает. Проверили они, да, не работает. В общем, там потом электрик под сидением улазил, смотрел, штекера перетыкал, потом он просто взял тестер, сопротивление прозвонил и приговорил подогрев именно спинки. То есть, в спинке у меня проблема. В наличии, конечно же, подогрева нет, его заказали. Как приедет, то мне позвонят, я приеду, будут снимать вот эту обшивку и там я вам подробное видео сниму, в общем, расскажу, как это все делалось. В общем, будут менять. Сидения целиком вам менять никто не будет, а то мне многие, многие в инстаграме начали писать, пусть сидения целиком меняют. А с чего они будут сидения менять? Сидения само целое, они просто аккуратно обшивку снимут и заменят подогрев сидения. Так, плюс я решил попробовать сделать, чтобы мне перешили руль. Вот, я думаю, вам видно, да, у меня руль блестящий. Многие из вас, я знаю, что перешивали руль по гарантии, у нас гарантия на руль, вообще на интерьер, 70 тысяч километров пробега и есть проблемы реальные на Киеве, четвертого поколения, что у многих начинает облазить руль, прям реально сильно он начинает облазить. У меня же он, смотрите, он не то, что облазит, он просто стал вот такой вот блестящий весь. а сам он абсолютно целый. есть где-то вот здесь вот немного вот намеки, да? Ну, инженер по гарантии посмотрел и сказал, нет, Ильдар, у тебя все с рулем хорошо, катайся, гарантия это до 70 тысяч, катайся, начнет облазить, приедешь, поменяем. Вначале он мне так сказал, но когда я забирал машину, когда другой уже человек мне выдавал ключи, который вот как раз-таки мне документы о гарантии распечатал, он мне сказал, что все, мы заказали рулевую колонку, заказали подогрев сидений, заказали обшивку руля, мы через 2-3 недели мы вам позвоним, приедете, все поменяем. То ли это он ошибся и про руль мне сказал, что они менять тоже будут обшивать, то ли я что-то не так понял, в общем, он сказал, что руль мне тоже по гарантии сделают. Хотя изначально инженер по гарантии сказал, что руль у меня нормальный. Поэтому я не на 100% уверен, но переспрашивать я не стал. Вот когда поеду, узнаем, перешьют мне его или нет. А у вас, если у вас реально появились потертости, не то, что там вы кольцом его поцарапали или еще чем-то, а именно прям начала кожу облазить, то езжайте к дилеру, они вам должны его перешить и кто перешивает, прям хвалит, говорят, что качество руля вроде как лучше становится. Ну, посмотрим, как у меня получится. И по рулевой колонке. Вот в инстаграме мне все сразу начали писать, Эльдар, что с рулевой колонкой, что случилось, почему под замену? Смотрите, тоже известная проблема. У многих со временем начинает шуметь подшипник в рулевой колонке. То есть, когда вы руль крутите, он у вас шуршит. Он начинает вначале тихо шуршать, потом сильнее, сильнее, сильнее. Кто-то сам разбирает подшипник и смазывает, кто-то по гарантии едет. По гарантии кому-то подшипник только меняют, кому-то целиком рулевую колонку меняют. У меня шуршание появилось еще года два назад. Но его еле слышно, когда в машине сидишь в тишине абсолютно и руль крутишь, еле слышно это шуршание. Я решил, а почему бы нет, почему бы не попробовать сказать инженеру по гарантии, вот шуршит, послушайте. Хотя там в цехе, в ремзоне так шумно было. Я с ним сел, окна закрыли, он прислушивался, прислушивался и представляете, все-таки услышал и сказал, да, это подшипник, под замену вся рулевая колонка. Также сходил по компьютеру, посмотрел, сказал, наличия нет. В общем, все вместе они заказали, все придет, они поменяют. Давайте я вам сейчас постараюсь показать, как она шуршит. То есть прямо телефон сейчас поднесу. Мне в инстаграме многие, кстати, скидывали видео, как у них руль шуршит, как шумит. Если у меня получится выдернуть из инстаграма видео, я сюда его сейчас прикреплю, вы его увидите, как у людей сильно руль шуршит. А сейчас давайте мой послушаем. Так. Итак. Притом вот влево кручу, меньше слышно, а вправо вот сейчас слушайте. Вот опять вправо. Я надеюсь, я надеюсь, вам было слышно. Все, я вообще весь, как, не знаю. Друзья, я не пил, я не пил, если что, а то сейчас многие напишут, что Ильдар, наверное, бухал. Стекла просто запотели, потому что, ну, потому что запотели. В общем, вот такой шум, я надеюсь, вам его было слышно. Друзья, если вы уже с этим сталкивались, напишите тоже в комментариях, меняли ли вы рулевую колонку по гарантии, или может у вас тоже шуршит. Мне, кстати, многие в инстаграме вот начали писать про Ильдар, а что с рулевой? Я говорю, так и так, и все, о, вот так что ли шуршит, и давай мне скидывать видяхи. По-моему, пятеро или шестеро человек мне скинули видео, как у них руль шумит, притом у них шумит намного сильнее. Я говорю, да ты что, ты почему раньше по гарантии не обратился, у тебя рулевая колонка под замену, у тебя руль вообще сильно шумит. Так что, друзья, обращайтесь к своему дилеру, какой бы у вас не был автомобиль, читайте сервисную книжку, там все расписано, какой пробег, сколько по времени, на какую деталь, на какой узел гарантии. Обращайтесь к дилеру, пусть он по гарантии все ремонтирует. Если они отказываются, пишите претензию, звоните на горячую линию производителя. Также хочу опять сказать, я во многих своих роликах говорил, но вы, видимо, их до конца не смотрите. Если вы даже на ТО не ездите, вам не имеют права отказать в гарантийном ремонте. То есть вы приезжаете, если да, конечно, есть взаимосвязь, что вы там масло не меняли, там 100 тысяч километров пробега, у вас двигатель стуканул, тут понятно, откажут в гарантийном ремонте. Но есть вещи, которые не взаимосвязаны, поэтому в любом случае к дилеру по ремонту обращайтесь. И также многие меня спрашивают, Ильдар, вот ты столько в машине всего сделал, тебя по-любому уже с гарантии сняли. Да нет такого понятия снятия с гарантии. Никто вас с гарантии снять никак не может. Например, что про кнопки круиза, что про магнитолу меня спрашивают, Ильдар, вот ты магнитолу сам поменял, все с гарантией слетел. Да как я с гарантией слечу? Смотрите, я всем отвечаю так, предположим, у меня сломалось что-то по электрике. Я приезжаю к дилеру, и он мне говорит, а вот вы магнитолу меняли сами, в электрику влезли, мы вам отказываем в гарантийном ремонте, это все взаимосвязано. Но дилер обязан доказать, при необходимости провести экспертизу и доказать, что поломка связана именно с моим вмешательством в электрику. Если он это докажет, то просто он откажет в гарантийном ремонте именно вот этой сломанной детали. Но с гарантией с вас за это никто не снимет. А я скажу вам так, что все, что я в своих видео делаю, там кнопки круиза ставил, магнитолу, камеру заднего вида, ничего сложного там нет, ничего такого особенного, чтобы что-то из-за этого потом вышло из строя. В общем, делайте многие вещи сами, если вы умеете, если вы хоть немного в этом разбираетесь, то, например, магнитолу вы можете сами спокойно заменить. Многие дилеры только пугают вас. Специально вам говорят, ой, не вздумайте магнитолу где-то менять, езжайте к нам, а то с гарантией слетите. Это просто дилеры вас пугают, это их хлеб, понимаете, они на этом зарабатывают, чтобы вы к ним ехали и в три дорога. У них меняли магнитолу, у них ее покупали, у них меняли, у них камеру заднего вида ставили и все остальное. Кнопки круиз-контроль. Знаете, мне многие пишут, что ездят к дилеру ставить 9, 12 тысяч, кто вот сколько отдает за установку кнопок? 9 тысяч, это же жесть! Кнопки покупаете за тысячу-полторы, ну, разные цены у меня в ссылке, да, есть под видео о круиз-контроле. И сами меняете, все, тысяча-полторы, 9 тысяч, да, разница. И никто вас гарантии не снимет. Ох, видео, наверное, получилось длинным, я прошу прощения, что оно получилось такое длинное. У меня просто вот это вот все накопилось, хотелось вам все это высказать, рассказать. Вроде бы все рассказал, смотрите, ждем сейчас недели 2-3, дилер позвонит, поеду к ним. Ну, вот в этот раз, так как мне же уже все утвердили, я постараюсь прям камеру достать, ну, либо камеру, либо смартфон, и прям постараюсь побольше вам поснимать, показать, что как ремонтировали, как меняли, прям побольше запишу. А может быть и в прямой эфир прям попробую выйти. Если связь нормальная будет, то в прямой эфир, либо в Инстаграме, либо в Ютубе в прямой эфир выйду и все вам покажу, расскажу. Поэтому, если на канал еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. У меня много на канале интересных и полезных видео, полистайте канал, посмотрите. И впереди будет много интересных и полезных видео. В общем, на канал обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите. каждый ваш комментарий читаю, ценю люблю с вами пообщаться наверное сегодня у меня на этом все всем удачи, пока-пока